Иисус Христос сказал, вы соль с земли! Если же соль потеряет силу, зачем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна будет. Как раз выбросите ее вон на попрание и не будет. Слова-то все простые. Вот есть земля солончаковая, у нас как раз потеряется и она есть. И в последнее время она наступает, за последние десятилетия километра назад продвинулась в деревне. Ничто на ней не растет. Я спрашивал агрономов, они говорят, средства никакого нет, она все разъедает. Вот метровым слоем на нее ложина, вот она через поры и делается белая, и несет, как с сахаром поступает землю, как снег летом. А в Писании написано так, и за злые дела Господь плодородные земли делает солончатые. Я ответ нашел в Священном Писании, в одном месте. За грехи живущих там, которые жили люди и что там делали. Но мы соль в другом смысле. Назначение соли предохранять от порчи. Вот как-то человеку устроен, что состоит из воды, и воды еще и соленой, пот соленой, кровь соленая. Без соли житья нет. Говорят, о соли забываем как будто, хлеб, соль, даже сегодня, ни во что соль. Встречаем хлебом с солью, солонка рядом стоит. А это память о годах, когда с солью было очень трудно. На соли Господь чудо делал, как у Прохора Лебедника. Соли нигде нет, а он благословил золу, которую выбрасывает, она солью сделалась. Перебил торговлю, торговцу с солью так. Ну тот что, князю пошел жаловаться, а потом выставили охрану, чтобы никто не брал здесь, никто и не берет. А кто берет, зола и зола возьмут, в рот плюются. Ушли охрана, он говорит, теперь идите берите. А они опять пришли, опять солью сделалась. Когда Господу угоден, пусть человека, он и золу примиряет с нами, не только друзей. Мы соль. Давайте посмотрим. А в конце скажем, соль или нет. Соль основной продукт, вместо с хлебом идет. Вторая книга Езер 6 глава 30 стих. И беспрекословно давать пшеницу и соль и вино и масло. Речь шла о том, когда иудеи кончили срок пленения и возвратились, то языческий царь дал такое повеление. Вот четыре продукта, которые беспрекословно выдавать. Нам это Бог дает. Мы подчеркиваем, как бедно мы не живем, но хлеб, соль, вино и масло у нас всегда. Ну вино у нас хотя бы при счастье, да и достаточно нам этого. Соль. А вот эта соль мы. Согласно Слову Божию мы сейчас посмотрим, где соль встречается, в чем она проявляется, соль ли мы. И что стало с людьми, которые были солью, а потом отступили назад. Первая езра 4.14. Жаловаться на Израиля остались соседи и говорят, мы едим соль от двора царства. Подчеркнули, что особая милость остаря соль. Я сегодня специально про соль почитал. В каком виде соль встречается? Каменная соль. Удивительная все-таки соль. Какая-то гора, и с этой горы стекает ручей. Среди горы поднимается вперед, как артезианский колодец, и вода пресная. Есть соль, рассолы, тяжелая вода, такая до 300 метров находится, а дальше идет соленая вода. А и под нами, оказывается, соленая вода, а у нее слой где-то 600 метров. Большие моря есть, которые оставляют соль, когда высыхает. Легкая добыча, в других странах добывают ее. Без соли ни один народ не живет. Люди могут жить без хлеба, а без соли никто не может жить. Я всегда и сделал вывод, только добрая вещь. И лучше некуда, как Господь говорит. И лучший христианин, это ничего больше на земле. Это предел достижения совершенства. Да если бы мы были солицы. Ради мир таким бы был, как сейчас, гниет. Насколько достоверно, я не знаю, но за последние десятилетия более 10 миллионов мирным путем уничтожили людей. Задачи сегодня прям везде пишут, поставлена задача уничтожения людей. Я не волнуюсь от этого. Ну, просто интересно. Видимо, Господь так допустил, чтобы такая нация, нация, которая столько зла сделала людям, как русские люди. Безобразие все по всему миру распустили. И Бог ее просто уничтожает, спихивает с арены мира. Никакой соли она не является. Первая езра 4.14. Дальше. Языки Иль 16.14. Здесь мне непонятно. При рождении твоем пупа твоего не отрезали, и водой ты не была мыта, и солью не была осолена. Значит, соль употреблялась при рождении, видимо, дезинфицирующие свойства имела. Присыпали солью. Тоже можно сделать вывод. Когда духовная душа рождается, не одним елеем мазать надо, а, наверное, надо и вино, и соль. Евангелист Марк 9.48. Всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Испытанием. По испытаниям Господь принимает нас солью осолиться, и огнем, а огнем тоже осолится. Что бы мы ни приносили для Господа, все должно простирать сердечность. Никакой порчи в этом не может быть. Порчи чем? Намерением. С какой целью это сделал? Вы войти в общение куда-то, или чтобы тебе там дорогу открыли, что-то дал подарок, за подарок исказили суд или что. У нас все должно быть с солью, со строгости, чтобы сегодня сказанное слово не стыдно было повторить его и завтра, и через сотни лет. Левит 2.13. И всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета. При всяком приношении твоем приноси соль. Прямое указание. Ответ 1. Все, что мы делаем перед Господом, должно быть чистое и неповрежденное. Осенью попробуйте вот соль убрать. Что будет с хозяйками? За лето-то что накопили? А ведь еще не сделаешь. Летом-то ведь все солится. Соленое рыба, соленое мясо, соленые овощи, соленый хлеб. У нас постоянно слышится это слово соль. Соленый, это же солонатая кровь. Такая большая книга есть. Марка 9.50. Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Вот дошли вплотную. Какую соль? Соль это слово Божие. Это строгость его. Я сегодня специально занимался еврейским вопросом. У меня вопрос такой был, неотвеченный. Библию мне дали, и на корочке у ней шестиконечная звезда, и еще шестиконечным обрамлением взято. Три шестиконечные звезды. Библия вся, синодальная. Проверил, все хорошее. А впереди дается обетование. И все до одного обетования, которое Бог давал Израилю, они через это пытаются как бы людей привести к христианству. Я вижу, путь совершенно неправильный. Издание английское, вида человек знающий, местописание приводит. Почему же ты не приводишь, что все это, только все обетования идут во Христе. Ни одного обетования евреям нет. Все обетования для христиан. А остальные, остальные, вы к ним никакого отношения, говорит, не имеете. До одного местописания об этом говорят. Неверующий не увидит в жизни, ничего не будет. Как же так? Такие материалы подготовили, да вы их подвигли больше, если бы сказали, вот эти обетования, в конце хотя бы написали, все это вашему народу принадлежит. И вы их получите, если вы придете ко Христу. Во Христе! А те, которые Христа не приняли, кто враги Христовы? Они богоненавистники, они отступники, они ждут своего мошиаха, антихриста. Да какие же там обетования, какое братское общение может быть? Ни одного обещания нет, а только одно. Кара, мука, гнев. Выбирай одно за другим места, и ветхозаветие, и новозаветие. Все до одного места говорят. Кто не принял Христа, погиб. Кто не верил во Христа, ад, гиэна. И нет никакого выхода. А обетования ты хочешь эти принять, чтобы твой народ принял? Обращай их к Богу. А вот мы хотим, великая Россия, чтобы была... А зачем? А чтобы уважали и боялись. Не знаю этого. Павел говорит, молитва моя об Израиле во спасение. Я желал бы отмущенным сам вас пойти, ни одного обетования не получить, лишь бы они получили. Вот смысл-то в чем? Молитва, это о России, об Израиле. Чтобы люди познали Христа. А какое это отношение, имеешь, что ты враг к Богу? Ну распинали они враги. Понятно, враги. А враги сегодня тысячу раз больше, чем тогдашние враги. Потому что уже столько чудес прошло, тысячи святых, и ничего это не воспринимать, или какие-то претендовать обетования. Нет обетований вам никаких. Одно обетование. Мессия пришел к вам. Примите его в сердце. Тогда все обетования идут за ним, как за женихом, как за царем небес. Четвертая книга Царств. Вторая глава, двадцатый стих. Вышли жители Иерихона, Киелисея, и говорят, место хорошее, а вода здесь плохая, а земля бесплодная. И он сказал, дайте мне новую чашу, и насыпьте туда соли. И дали ему. И вышел он к источнику воды, и высыпал. Так говорит Господь Бог. Я сделаю воду сию здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия, и вода стала здоровой до сего дня. К источнику, откуда вода начинает течь, он посыпал. Она, если соленая, она вообще не угодная. По-божески так. И ответ вот какой. В Колоссянам 4.6. Слово ваше да будет приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. И когда пишут, писатели говорят, и приправил речь твоей соленым словом. Это значит матершинник, сквернавец. Поганое слово сказал соленое. Это не соленое слово. Как Иоанн Затаут говорит, навлоз во рту у тебя. Соленое слово, слово Евангелия. Ты хочешь соль внести, изучай Евангелие. Каждое слово, чтобы было обеззараживающим. Рувается человек, а ты скажи ему, солью посыпи, скажи за всякое худое слово, дать человек ответ, день суда. От слов твоих осудишься и оправдаешься. Опять услышал человек гнева, если скажи, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. И ты присыпал солью. Ты знаешь, что у тебя язва языка будет. Языки будете жевать от гнева Божия. Мне не раз приходилось разговаривать на эту тему, но скажу, более половины случаев, когда люди внимали этому, прекращали. А просто говорить, они не внимают. Мало того, еще и перескут. А ты еще возьми, напиши, да на мамашке, подай, чтобы лишний раз прочитал. От слов своих оправдаешься и осудишься. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Никакое. А гнилым словом называется бесполезное, смехотворное, пустое. Итак, мы должны быть солью. Повторяю, сначала мы сами должны оставить себя как через Священное Писание. Как же в России-то об этом не подумали? Тяжкое 30-летие, когда за Библией гонялись, уничтожали, это отбирали соль. Людям не давали Евангелие, значит, страна была обессолена, там нашлись свои, которые посолили, по сегодняшний день еще не могут опомниться. Чем они посолили? Лживыми учениями, что Бога нет, церковь не нужна. 57 тысяч храмов было. Я просто считаю, если бы на первом месте стояла Евангелие, и священники занимались просвещением народа, и при каждом храме был кружок, как у нас, по изучению Слова Божьего, ну представьте, даже 10 человек в храме уже больше полмиллиона. Так это не просто полмиллиона, а каждый, чтобы получил задание, как сегодня, вот на 50-нике. Бабушка только пришла, обратилась, он сразу дает ей задание. 12 человек ты должна повестить. 12! И она 12 человек должна в течение года не просто повестить, а работать с ними и постараться привести. Самое быстро растущее сердце там, где работает. А у нас этого нет совсем. Нет соли. А бессоленное. Слово соленое, это трогающее. Я могу сказать, что мои книги очень соленые. Понимаете, сейчас про мусульман считаете. Как они будут реагировать? Если кто посчитал, уже сейчас охают и ахают. Я пошел уже в городскую администрацию, сразу зашел с книгой, отдел юстиции взяли, а не будут наши отношения с ними хуже? Я говорю, а правда никогда не будет. А вы должны знать. На меня иудеи недовольные, старобрядцы недовольные, новобрядцы, про патриархию говорить не надо, католики меня на них не переносит. Ну и что? Отсюда я узнаю, что слово Божие там, оно очень соленое, трудно переносимое, но в конце ты поймешь, по-другому бы ничего не было. Ты бы сгнил. Вот прочитайте последнее, что про мусульман написано. Моего ничего практически нет. Мне Господь дал большие материалы, которые говорят, что люди уже видели это. Но я пошел еще дальше, что причина это вся в нас. Они просто говорят, да, вот они такие, это учение, сравнение. Это правильно. Но главное, что мы им не дали. Вы понимаете, это ни день, ни два. Шесть столетий раньше явиться. Да если бы мусульмане-то на шесть столетий раньше нас явили, что бы с нами было? Это же говорить не надо. Если их сегодня миллиард, они соперничают с христианами и на всех фронтах давят. Так почему же христиане не смогли позаботиться о них, осолить эту пустыню-то? Иудеи рядом были, тоже ничего не помогли. Я уж не говорю другие, это матерические религии, неправильные. Но где была истина? Вторая поражена 13.5 Говорит о завете соли, заветка заключал человек, кто обязательно поступал жертва соли. Для чего? Видимо, для того, чтобы потом не было оговорки, что пропало, забыл еще, все посоленое, оно сохраняется. Смысл один, другого нет здесь. И 6.5 Едят ли безвкусные без соли? Безвкусные. Посолить надо, мы за солом это знаем, вкуса никакого нет. Та же самая еда, все сварено, вкуса нет. Мы говорим слово вкус, а относим к соли. Да что может быть пользу во всей литературе поэзи, если там нет Бога, нет Слова Божия, нет намерения человека привести вещи к ногам Христа. Это бессовесть, но даже красивая, даже интересная. Ну вот она поет, она поют женщины, и ревут, одинокая, я одинокая. Вся страна одинокая. Одинокая та, которая живет с мужем, одинокая, которая без мужа, одинокая, которая не замужем, у которой много ребятишек, она одинокая, они уже чужие друг к другу. А со Христом, как счастлив я, что ты всегда со мной. Ты всегда со мной, жених души моей, грядет. Поэтому слово должно быть приправлено солью. Какой бы случай ни случился, ты обязательно посоли. Дома будут против, скажут, запостил Иисусу своими постами, а ты скажи, Господь сорок дней постился, а сегодня дьявол все вокруг полонил, а постом и молитвой только можно сокрушать, от поста и лицо хорошеет, от поста человек утончается. Если хочешь, чтобы мысли были у тебя тонкие, тогда чрево сделай тонким. Утолшится чрево не рождает тонкие мысли. Сколько добрых поговорок, и ты сразу раз солью присолила. Что вы не сказали, у нас соль на все хватит. Иезекиил 47.11 Вот я прочитаю, некоторые могут подумать, что это даже не из Библии. Болото его и лужи его не сделаются здоровыми. На болото ставлено для соли. Я сразу подумал, это первая старообрядщица, да и мы недалеко ушли. Такая же мелкота везде. И ничего больше не видят. Ходило одно, в одни двери вышло, в другое. Зайдите в любой храм, соль это никакой на рост совершенно безвкусный, неинтересный. Священники, они бесталантные, они не развивают свой талант. А то, что он закончил семинарии, академии, а теперь гладкий стоит, это ничего не значит. Соль нужно каждый день присолять. Сколько бы ты не жил, все время солью пользуется, и что она не приедает. И при этом точную меру надо знать. Мерой ответить. Больше плохо, совсем нет, пусть никакого нет. И вот на этих болотах и лужах сидят. И остальные для чего две солью, может ли это самое соединение с патриархией будет. Вчера батюшка проехал, поехал свои грехи сдавать к епископу на исповедь. Видимо, последний раз. А уж что там дальше будет. Я стал выявлять у него, столько лет мы там были. Кто у тебя друзья? Он называет людей, которые совершенно не соленые. Брата епископа. Там всего человек пять приедет, больше уже никого нет. А теперь я с епископом поговорю. Выбери время со священником, не скажи, скажи, какое благоприятное время Бог давал. Да почему же мы людьми-то не занимались? К нам приезжают с Урала вместе с нашими братьями, чтобы в город походить, по квартирам, встречаться, беседовать. Ничего этого не делали. Не делали, ничего и нет. Я вам завтра покажу журнал с Австралии батюшка получил. На первой странице он фотографирован сам. Про Потеряев он написан. Только наша статья интересная. А остальное читает совершенно не соленая. Вот как местные парфиальные мурзилки. Ничего нет в них. Все. Мощи. А вот перевозят. Теперь они мощи и договариваются. У них были мощи там. А какую часть мощи отдадут? Потому что они перепиливают, режут. Вот считаешь, безумие полное. И вот что-то там сделается у Сербии, а у Болгарии больше. И как-то арабы подвинутся от мощей. И арабы-то и кто же это читает? Иудеи это. Религия мрака и заблуждения. Религия мертвичины. Вспоминают. Молодежь. А вот мы молодые были, а мы в храмы ходили. И вот у нас кружок был. Мы думаем, наконец-то я думал, что они Слово Божие и Церкви. Ничего подобного. А мы представления там глиной вымазали, с копьями. Нас даже узнать нельзя. Мы об оригенах в Австралии представляли из себя. А потом мы выступляли концерты. И у них называлось общество, которое выступало ну концертом. Вот. Нехорошки, а билиберда. Я подумал, больше ничего не придумать. Оно само за себя говорит, само названием. Да почему же вы Словом-то Божиим не занимались? Да на ту же самую Буху называется Б Библия. Ничего нет. Целый журнал просчитал, время потратил, ну убедился только так. Соль неприятна, они ее не знают. Один раз только скажи человеку Божественное Слово. Ты увидишь, у него вкус появится. Один раз посоли ему. Животным выставляют специальные кормушки, куда лоси приходят и лижут. Правда, их там иногда и убивают браконьеры у этих кормушек. Это тоже этот смысл есть. За нами, говорится, охотиться будет, отстреливать, какие храмы будем ходить. Но будем просить помощи у Бога, будем говорить о Боге, о спасении. Наша задача людей повернуть, попытаться ко Христу. Да брат расскажет, как ходил в два храма, искал, где занимается Словом Божьем. Ничего нету, все обман. И они ничем не нуждаются. Страшно неинтересные священники и люди. Ничем абсолютно не интересуются все чужие. Болото и лужи. Судей 9.45. И вот взял он город и разрушил его и засеял солью. Где соль, там ничего не растет. Когда Иерусалим поднял в 135 году снова восстание, город был разрушен и плугом прошли по городу и засыпали солью, чтобы ничто не росло. Это страшное состояние. Мне кажется, враг прошел по православию и засыпал все солью. Он был завоеван. И засыпали солью монахи. Больше никто. Самое лучшее, свежее, что появлялись, все погубили. Только появится верующий человек, а ты в монахи не хочешь пойти? Все, вырвали из мира. Опять пустота. Появился какой-то юноша. Почему бы к нему не подойти? А ты хочешь быть миссионером? Особая школа где-то в монастырях устроили бы. Да сколько людей бы пришло к Богу-то. И никому Бог это не открыл. Приснятина. Скукота смертная. И когда люди не занимаются этим, как считаем, числа 18-19, хотя это тоже завет солью, Бог все разрушает. И тогда брошено соль на попрание людям, на поражение и на сожжение. Как у евреев считаем 6 глава 8 стих. А производящая терния и волшцы негодные близка проклятию, которого конец сольжения. Если человек отступает от Бога, не от нас, от Бога. И мы видим, что с ним случается. Ты был, как благоуханный сад, а теперь, говорит, стал, как дневое болото. Так один святой сказал. Книга Левит 16-2 Премудрости. 5-7 Мы прошли по пустыне непроходимой, а пути истины не познали. Премудрость 5-7 Пусть Премудрости нужно познать, а это означает знать соль. И опять же только Слово Божие. Захария 11-2 Рыдай Кипарис и поповалился непроходимый лес. А при чем Диски Парис? Я думаю, речь идет, конечно, о праведниках, о людях, которые верили в Бога и которые отступили. И чтобы все, знавшие это, рыдали. И такое случалось не раз. Как многое, и при том загадка, как много Бог дал России. Какие богатства, какие пространства. И ничего этого не оценили. Вот если бы сразу раньше-то думали об этом, ни о чем бы не заботились, как просвещать те народы и приводить ко Христу. Ни земли под себя подминать. Они нам и не нужны сегодня, и жить там некому. И не случайно столько абортов, убийств, потому что Богу не нужны эти люди. И Бог сделал так, что каждая мать убивает своих детей. А если бы насевали Слово Божие, допустим, они живут в конседаве, пусть живут американцы, китайцы, мусульмане, но чтобы они обратились к христианству. Задача такая совершенно не стояла. Это любой историк подскажет. Прочитайте. Третья езда 16-70. Когда люди отступают от Бога, это поле, которое заросло кустарником и по которому нельзя пройти. Так, если мы знали Христа, и не следили нас отступить этим непроходимым полем мы можем сделать. Когда никакой урожай там никто никогда не соберет. А как узнать, что мы с солью? Ну, в первую очередь, как мы любим Слово Божие. Как мы его читаем, как довольствуем до других. Слово наше приправлено ли с солью? Припомните свои разговоры, с кем вы встречаетесь, с родными, близкими, с знакомыми. Вы сразу начинаете говорить о Христе. Я завтра еще вам покажу письма, которые мне направили, получил уже на неделю опять. Опять одни эгоисты. Теперь я пишу опять же, откуда пришло, в редакцию вещебные письма. В прошлый раз написала одна уже 81 год и на листовую группу. Сейчас пишет 18-летняя. Приводит места не из Библии, а из своей, написанной где-то. И о ней охота со мной, она видит, мой возраст там указанный, ясно, что мы не ровнее с ней. И она разговаривает, как будто, ну, мне лет 20. А я два раза прочитал о Библии, а сколько вы раз, может, с этим мы найдем. То есть она желает меня уже приобрести и осолить той солью, которая у ней есть. Да какой же нам пример я написал в редакции? Здесь большие газеты, как аргументы и факты, где печатали наши объявления. Никогда я не получал столько писем на одну заметку маленькую написанную. Почему? Потому что, я говорю, там люди вашей газеты считают смеясь наркоман, я верующий, мы потеряли, но надежды не теряем. Может, что-то, да помогите, может, к вам прислать. Вторая пишет, ну, все православные тоже, только стонут ехать. Если считает и эгоисты, и считает, я-то не больные, ни одна болячка, только инвалид, назвалась и все, а дальше, при чем тут болячка, я-то Христом мне хорошо. Она и Христа неправильно понимает. Даже неправильно понятие о Христе это жизнь, это солье, все письмо просоленое, и эгоисты, и те, которые не знают и эгоисты. Аминь.